Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Особое внимание к световому оформлению города. На планерке мэра обсудили подготовку к Новому году, а также к предстоящему зимнему сезону и инвестиционному форуму. Слова особой благодарности в рамках декады инвалидов сегодня чествовали сочинцев с ограниченными возможностями здоровья. Массовое ДТП на трассе Адлер-Красная Поляна гололед сбил с пути семерых автомобилистов. Лук и стрелы к бою. Участники краевого первенства по стрельбе из лука борются в Сочи за право представлять Краснодарский край на чемпионате России. Изменить Гражданский кодекс России, чтобы защитить региональных производителей. В Совете Федерации поддержали предложение губернатора Краснодарского края присваивать географическое указание только тем товарам, которые сделаны из местного сырья. Астраханский арбуст, радувский сыр и уральские самоцветы. Вот они, региональные бренды глазами детей. Выставка под таким названием открылась прямо у зала заседания, где как раз таки сейчас в это время уже взрослые обсуждают, как развивать эти региональные бренды и защитить производителя. Анонсируя эту встречу, в Совете Федерации отметили, разговор будет откровенным и деловым. Год назад спикер Верхней Палаты парламента Валентина Матвиенко поручила сенаторам зарегистрировать как минимум два региональных бренда в каждом субъекте. Сегодня на расширенном заседании парламентарии отчитались о сделанной за год работе. Так, этой осенью в Госдуме в первом чтении рассмотрели законопроект о развитии товарных знаков. Гражданский кодекс вводит новое понятие – географическое указание товара. Например, можно запатентовать адыгейский сыр, либо кубанские яблоки. По мнению Валентина Матвиенко, бренд станет не только лицом региона, но и привлечет дополнительные дивиденды. Географическое указание четко связано с местом происхождения товара. Оно не может быть передано другому лицу, не находящемуся в соответствующей местности. Продукция, маркированная географическим указанием, дает потребителям представление об изготовителе, качестве товара. Наличие в нем особых свойств, которые определяются местом его изготовления. Еще один объект интеллектуальной собственности, который уже определен в Гражданском кодексе – наименование места происхождения товара. Но и это не до конца защищает региональных производителей от подделок. Вениамин Кондратьев обратился к Совету Федерации с инициативой присваивать географическое указание только тем товарам, которые произведены из местного сырья. Например, кубанская сметана должна быть сделана исключительно из кубанского молока. И изготавливать ее могут только на заводах Краснодарского края. Те, кто расфасовывают, просто расфасовщики, они не должны прятаться за местом происхождения товара. А сегодня они прячутся за местом происхождения товара и абсолютно не отвечают за то, что лежит в той баночке, которую они расфасовывают. Я еще раз хочу подчеркнуть, что есть абсурдная ситуация, когда гречка. Можно найти пакетики, где написано «на гречке произведена на Кубани», но на Кубани гречка не растет. То есть использовать бренд «произведена на Кубани» становится сегодня максимально, конечно, конкурентоспособным. Но конкуренция должна быть честной и настоящей. В этом случае мы поможем и производителям, в том числе серхозпродукции. Но и на самом деле наши жители не только края и страны будут есть на самом деле кубанскую продукцию, настоящую. — Огромная просьба как вариант. То есть мы что просим? Все-таки внести изменения, насколько это возможно, в статью Гражданского кодекса в части добавить словами, что производство товара и сырья выращенного исключительно на территории субъекта. — Спасибо большое. Коллеги, я попрошу рассмотреть секретарь предложения, которое Вениамин Иванович выскал в плане совершенства законодательства. И отразить в решении. Спасибо. Мы видим, какая тревога есть в регионах и сколько еще надо сделать для того, чтобы все упорядочить. Тем временем в крае уже работают механизмы, которые призваны защищать и продвигать товары. В регионе созданный единый бренд сделан на Кубани. Знак качества присвоен уже 95 предприятиям Кубани. Сегодня ярким логотипом они маркируют более чем три сотни товаров. Обладатели знака качества получают займы под низкие проценты и налоговые преференции. Поправки в гражданский кодекс, который инициировал губернатор Кубани, станут дополнительной помощью в продвижении наших продуктов. Это будет прославлять территорию, продвигать товары наши, обеспечивать конкурентоспособность на рынке и делать территорию привлекательной для туристов. В этом есть мировой опыт и в этом направлении мы свободно движемся. На заседании Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать стратегию развития региональных брендов. Эксперты считают, что такая маркировка товаров поможет стать дополнительным стимулом для развития агропромышленного бизнеса. Яна Бузычкина, Денис Перец, Кубань, 24, Москва. Как сработали экстренные службы в непогоду, сегодня обсуждали в администрации края. Венемин Кондратьев провел планерное совещание со своими заместителями, руководителями профильных ведомств и главами муниципалитетов. Природные катаклизмы, обрушившиеся на Кубань за последний месяц, заставили сделать серьезные выводы. На краевом планерном совещании губернатор вынес на обсуждение вопросы, которые должны кардинально изменить подход к ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Октябрьские наводнения наделали в регионе много шума. 248 домов признаны непригодными для проживания. Общий ущерб превысил 3 миллиарда рублей. Решение, озвученное губернатором, позволит в будущем минимизировать масштабы разрушения, а также избежать жертв от паводков в тех местах, где они обычно происходят. Зоны потенциальной опасности у нас должны быть очерчены. И мы не должны с вами ждать, когда эти зоны потенциальной опасности опять станут. Только уже не потенциально, а опасными. Для здоровья или жизни людей, которые в этих зонах проживают. Поэтому нужно прекращать уже эту порочную практику, когда мы ждем, пронесет или не пронесет раз в 4 года. Поэтому я уже дал поручение, Андрей Анатольевич. То есть вот и зон потенциальной опасности. Зоны, которые раз в 4, в 3, в 7, в 10 лет подтапливаются, затапливаются. Где явно есть угроза разрушения домов, которые там находятся. Людей нужно отселять. Сумму выделим. Построим, понятно, многоквартирные дома, многоэтажные дома. Людей из этих зон жильцов отселим и поставим точку. Решение вопроса требует немалого финансирования. Однако затраты сопоставимы с теми деньгами, которые после наводнения выделяют из бюджета на ликвидацию последствий и компенсации. Погода в Краснодарском крае в целом заставила пересмотреть подходы в работе аварийных и коммунальных служб. После наводнения на прочность Кубань испытала метель. 30 ноября из-за снегопада и ветра на трассе Кавказ от станицы Павловской до Армавира застряли больше 600 автомобилей. Федеральная дорожная служба, которая обслуживает участок, не подготовила заранее спецтехнику. Хотя неутешительный прогноз был известен уже за сутки до этого. Теперь тучи сгущаются над руководителем самой компании. Выводы мы должны сделать без обид, еще раз подчеркиваю, друг на друга и на мнение населения, самое главное, жителей, которые попали в чрезвычайную ситуацию. Они должны поставить нам оценку. Они. И когда они говорят, что не сработали, медленно, долго, неэффективно, значит коллеги такие есть. Первый же снег, первая ненастная ситуация парализовала практически пол края. Слушайте, еще зима не наступила. Какая же там уже готовность, они могут понять, что мы докладывали друг другу. Первый вопрос, давайте уже разберем конкретно, почему технику поискали, когда 30 ноября был снегопад и ветер. Коллеги, ликвидировать хорошо, еще раз подчеркиваю, намного важнее предупредить ситуацию. Сергей Евгеньевич Капустин, вам слово, потому что ГОИЧС, назовите мне конкретно, кто здесь виновен в подобной ситуации. На наш взгляд, виновные в дальней ситуации, это собственник дороги УПРДОР Черноморья Кужель Владимир Николаевич и его подрядчик, генеральный директор ДОРСНАП Никитин Сергей Владимирович, которые не отреагировали на ухудшение погодных условий, а когда их призвали к этой ситуации, выставили такое количество техники, которое не совладало с ситуацией. Анатолий Иванович, подготовьте письмо на руководителя этого Кужеля, о том, что с таким руководителем дальше уходить в зиму я не собираюсь. Здесь не персонализм, здесь просто пофигизм, по-русски говоря. Потом с Дитрихом Средине, я с министром транспорта. Я оставляю свое право поднять вопрос на самых серьезных уровнях, а таком руководителе в крае. Ситуация с затором на трассе под Армавиром вскрыла еще одну проблему. Несмотря на то, что к полномочиям муниципалитетов расчистка федеральной дороги не относится, такая необходимость возникает. И помощь лишней точно не была. Однако в районах часто не хватает собственной техники. Вениамин Кондратьев дал поручение разработать программу по закупке для муниципалитетов спецоборудования, чтобы у властей на местах всегда под рукой были машины для расчистки и ремонта дорог. В этом случае исчезнет зависимость от частных компаний, которые не всегда добросовестно выполняют свои обязательства. Мне главное, чтобы была какая-то понятная система, как в случае чего и какими силами и средствами глава муниципального образования, именно глава, потому что он на передовой, к нему техника из другого района ехать не должна в идеале. Будет или летом дороги ремонтировать, делать, либо зимой бороться со снежными заносами. Но понятная прозрачная система и что необходимо им для того, чтобы она у них появилась, эта система и ресурс в руках. И никто главам руки не выкручивал и не выламывал. Но, коллеги, это не дело, когда глава не обладает ресурсом наведения порядка в собственном муниципальном образовании. Все озвученные сегодня решения занесены в протокол. Теперь экономический блок администрации края должен просчитать необходимое финансирование и предоставить на рассмотрение главе региона. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. Состоялась сегодня планерка и в администрации Сочи. Поддерживая новый формат дистанционной видеосвязи, руководители всех районов Большого Сочи, находясь на своих местах, отчитались о проделанной работе главе города. А также приняли к сведению поручение мэра на конец 2018-го, начало 2019-го года. Основной повесткой дня была тема подготовки курорта к зимнему сезону. До Нового года осталось совсем немного времени. Уже с этой недели по поручению главы города начнутся активные работы по праздничному оформлению общественного пространства Большого Сочи. Еще ранее Анатолий Пахомов поставил задачу провести демонтаж рекламных конструкций на территории курорта. И на сегодня эта задача практически выполнена. Глава Сочи поручил директору департамента оформления и дизайна городской среды уделить особое внимание световому оформлению города. Однако к этим приятным хлопотам необходимо привлечь и стороннюю силу. Лучших отметят по итогам конкурса. Конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, на лучшее оформление объектов санаторно-курортного комплекса, на лучшее оформление сел. В рамках главной темы совещания «Подготовка курорта к предстоящему зимнему сезону» глава напомнил и о федеральных законодательных поправках на предстоящий год в 113-м законе налогового кодекса. 1 января 2019 года в состав налогооблагаемых расходов организации войдет оплата отдыха работников и членов их семей. Это то, чего в течение нескольких лет лично добивался глава города Анатолий Пахомов. Работодатель сегодня имеет право до 50 тысяч рублей каждый год тратить на своего работника на оздоровление его. Это все входит в налогооблагаемую базу, то есть в себестоимость продукции. Для курорта это возможность привлечь еще больше поток отдыхающих из разных регионов в рамках программы «Открытый юг», которая делает еще более доступным отдых на территории курорта. Стоимость отдыха будет рассчитываться по льготной цене и позволит пройти курс санаторно-курортного лечения в ведущих санаториях и пансионатах Сочи в период межсезонья. Нами проведена большая работа по презентациям в крупных городах-миллионниках. Мы собирали как раз руководителей крупных промышленных предприятий и уже сформирована огромная база таких предприятий, которые готовы оздоравливаться в Сочи. Сейчас город в активной стадии подготовки и к предстоящему инвестиционному форуму Сочи-2019, который пройдет на территории курорта в феврале. В рамках форума Сочи будет представлен отдельной экономической зоной как активно растущий международный всесезонный курорт «Экополис» федерального значения с высокой культурой сервиса и досуга. Согласно краевой стратегии развития, которая будет утверждена до конца этого года, Сочи представляет семь флагманских проектов, один из которых – цифровизация. Это также позволит получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Помимо этого, край представляет еще ряд инвестиционных проектов. Краснодарский край представляет инвестиционные проекты. Края их будет четыре, которые вне связи с какими-то конкретными муниципальными образованиями. То есть это конкретно Краснодарский край. Вместе с тем, сочинская агломерация. Мы отдельно выделены в стратегии края, и это, безусловно, нас радует. Нам отведена роль, достаточно интересная. Я считаю, что мы привлечем внимание федерального центра и гостей форума. На сегодня для участия в программе подготовлены 14 проектов, по пяти из которым уже утверждено финансирование на общую сумму 6 миллиардов рублей. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Пятого декабря в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 15-17 градусов выше нуля. Салон-магазин «Куранты» объявляет о новогодних скидках на брендовые часы из Швейцарии, Японии и России. Спешите за подарками – изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, второй этаж. 8-918-3243. Сервис. Опыт. Технологии. Но самое главное – мастерство. Награда за смелость, мужество и волю к жизни. Сегодня в Краснодаре чествовали людей с ограниченными возможностями здоровья, которые внесли большой вклад в развитие культуры, искусства и спорта. Кубани добились успеха в общественной деятельности. В этом году дипломы за подписью главы региона и премии в размере 100 тысяч рублей получили 15 человек, в том числе и дети. Лауреаты ежедневно преодолевают трудности и доказывают своим примером, что человеческие возможности безграничны. Наше творчество – это был выход на новый уровень. И я думаю, что у нас еще все впереди. Хоть я, скажем так, возраст, уже на пенсии я, но все равно, я думаю, что еще все наши награды, все наши, все-все у нас еще впереди. Как отметила вице-губернатор Анна Менькова, в крае ведется большая работа в этом направлении. Для людей с ограниченными возможностями здоровья открывают реабилитационные центры. Недавно такое учреждение появилось в Белореченске, а для особенных детей есть более 50 специализированных школ и интернатов. Хочу поблагодарить и, конечно, всех тех, кто сегодня занимается интеграцией инвалидов в общество. Это и врачи, и учителя, и наставники, и социальные работники, которые работают с такими людьми. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо семьям, которые сегодня принимают детей с особенностями в свою семью. А что касается власти, то мы, в свою очередь, делаем сегодня значительно для того, чтобы интегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Вы знаете, что на территории Краснодарского края за последние несколько лет открылось несколько реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в крае проходит декада инвалидов. Она продлится до 10 декабря. В эти дни проводят множество лекций, концертов и обучающих программ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сочи признан вторым городом в России самой удобной средой для людей с ограниченными возможностями. Таковы результаты опроса, прошедшего в социальных сетях и приуроченного к Международному дню инвалидов, который празднуется 3 декабря. Сегодня людей с инвалидностью и тех, кто с ними работает, реализуют профессиональные проекты и помогают адаптироваться к новым условиям жизни, поздравил и глава Сочи Анатолий Пахомов. Торжественное мероприятие прошло в зале органной и камерной музыки. В Сочи проживает более 36 тысяч людей с повышенными потребностями, из них порядка полутора тысяч детей. Среди них есть настоящие герои, которые, несмотря на свои недуги, занимаются наукой и творчеством, поют или рисуют, достигают высоких результатов в спорте и вносят вклад в развитие родного города и края. Эти картины хорошо известны не только сочинцам, но и за рубежом. Их автор Светлана Прокопенко. Компьютерной графикой она занялась после посещения Германии. У меня была тяжелая операция. И когда я увидела, как люди с инвалидностью живут в Германии, насколько у них все доступно, они не сидят в четырех снах. И это какой-то толчок дало для творчества. Я думала, вначале я занималась фотоклипами. Я делала клипы для музыканта и певца Геннадия Богданова. Это группа русские. А потом я решила заняться компьютерной графикой. Кстати, накануне Светлана вернулась из Испании, где прошла ее авторская выставка. А сегодня она была отмечена благодарственным письмом от главы города. На торжественном приеме чествовали всех тех, кто показывает пример самоотверженности, реализует образовательные проекты и помогает адаптироваться к новым условиям жизни. Многие из вас стали активными участниками проекта «Безбарьерная среда». Благодаря вам, а вы принимали участие в первом проекте в России, тогда еще не было, мы к Олимпиаде готовились. И мы даже не понимали стандарты доступности. Их надо было получить, их надо было адаптировать. И мы были пионерами тогда, первопроходцами. И благодаря работе вас мы, в общем-то, многого добились. И сегодня мы говорим о том, что наш город по оценке всех жителей России по доступности находится на втором месте. Первое, ну, естественно, Москва. Слова особой благодарности звучали и в адрес активистов общественных организаций инвалидов и сотрудников социальной защиты и социальных служб. Большую помощь детям с инвалидностью в городе оказывает организация Лига Женщин МОЗ Добра. Материальная помощь или психологическая, любая поддержка этих людей способствует уверенности в своих силах и старту к новым возможностям. Своим личным примером они доказали, что у них нет барьеров. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. У ВВД по городу Сочи разыскивается без вести пропавший 17-летний Владимир Мирошниченко. 1 декабря ученик 8-й гимназии ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в футболку и классические брюки черного цвета, черный пуховик и черные кожаные кроссовки. Добровольцы искали пропавшего всю ночь. К поискам присоединились родители школьников и даже бывшие выпускники гимназии. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Мирошниченко Владимира Анатольевича, полиция просит сообщить по телефонам, указанным на экране. На трассе Адлер-Красная Поляна из-за гололеда столкнулись 7 автомобилей. ДТП на горной трассе Сочи произошло сегодня утром. Участники аварии отмечают, что дорога в это время превратилась в каток. Не спасла и зимняя резина. На трассе из-за высокой влажности воздуха образовался гололед. В результате на одном из поворотов сразу несколько машин не удержались на дороге и врезались в ограждения на обочине, а также друг в друга. По словам очевидцев, дорога не была обработана реагентами. Сведения о пострадавших уточняются. На место прибыли несколько экипажей ГИБДД. Ну и к слову о ДТП. Теперь авария попадает в историю. При покупке ОСАГО автомобилистов будет ждать сюрприз. Для некоторых неприятный. В России заработало бюро страховых историй. Вся история клиента страховой компании хранится за последние три года, сообщает российская газета. В базе содержатся сведения по страховым случаям ОСАГО, а также данные по договорам добровольного страхования, включая полисы КАСКО и дополнительного страхования гражданской ответственности. База данных охватывает практически весь рынок, более 95% договоров. Российская газета приводит такой пример использования базы. Человек хочет застраховать свою машину по договору КАСКО. В рекламном блоке заявлено, что стоимость 30 тысяч рублей, но по факту ему выставят счет на 130 тысяч. Причина высокой стоимости нового полиса – в подпорченной страховой истории. То есть клиент за последние три года неоднократно становился виновником ДТП. Однако, если за водителем вдруг числятся страховые случаи, которых на самом деле не было, он может доказать свою надежность, получив справку. Правда, это тоже стоит денег и для страховщиков, и для автомобилистов. Последним придется заплатить 500 рублей. Дело о гибели мальчика в ливневой канализации в Сочи прекращено в связи с примирением сторон. Напомню, в августе в поселке Лазаревское семилетнего мальчика подхватил сильный поток воды, в результате чего ребенок упал в ливневую канализацию. Инцидент произошел 3 августа. Семилетний мальчик упал в ливневую канаву, которая проходила вдоль улицы Октябрьской. Ливневка не была оборудована решетками. Обвинение по уголовному делу было предъявлено владельцу гостиницы, где отдыхал ребенок. По данным следствия, обвиняемый, нарушая строительные требования, самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту, которая располагалась над ливневой канализацией. При этом он не оборудовал проход перилами или ограждениями. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Сегодня суд Лазаревского района Сочи уголовное дело закрыл в связи с достижением договоренности о выплате потерпевшей стороне 150 тысяч рублей. И к другим новостям. Сочи сменил свой летний цветочный наряд на зимний. На клумбах курорта озеленители высадили более полумиллиона цветов. Морозостойки и маргаритки, примулы и виолы пришли на смену бархатцам и петуниям. Сейчас в городе идет большая работа силами управления лесопаркового хозяйства. На центральных клумбах высаживают те растения, которые и в зимних условиях могут радовать глаз. Но и эти растения нуждаются в подкормке и в правильной подсветке. Высадка цветов в начале зимы – это последнее обновление сочинских клумб в этом году. К своей работе озеленители вновь приступят в конце февраля. Тогда виолы сменят на цикламены. Весной Сочи по традиции украсят и тюльпаны. Более 150 тысяч луковиц этих весенних цветов уже высажены на клумбах курорта. Юбилейный 30-й фестиваль «Кинотавр» сегодня объявил даты проведения и начал прием заявок на участие в конкурсной программе «Полного и короткого метра». Фестиваль пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет зимний театр. Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов, так и ряд проектов и мероприятий, посвященных 30-му юбилею «Кинотавра». Появившись на излете советской эпохи, «Кинотавр» стал зеркалом, отразившим все перемены, происходившие в отечественном кинематографе в постсоветский период. Были годы, когда фестиваль фактически заменял собой отсутствующую систему кинотеатрального проката, вернул отечественное кино в российские кинотеатры. Каждый фестиваль остался в истории названиями своих фильмов-победителей. Ими становились картины признанных авторов и совсем молодых. Побеждали «Брат и война» Алексея Балабанова, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Водитель для веры» Павла Чухрая и другие достойные картины. Все они напоминали зрителям и профессионалам, что кинематограф – это не только развлечение и эмоциональное переживание, но и тест общества на приверженность гуманистическим ценностям, отметил президент фестиваля Александр Роднянский. Чемпионаты первенства Краснодарского края по стрельбе из лука стартовали в Сочи. Соревнования проходят на базе Южного федерального центра спортивной подготовки «Югспорт». В чемпионате первенства Краснодарского края участвуют порядка 60 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше. Они представляют Сочи, Новороссийск, Красноармейский район, Анапу, Краснодар, Майков и Геленджик. Стрельба проходит из классического и блочного лука. У нас стандартный соревновательный процесс – два круга по 30 выстрелов, 60 выстрелов. Всего 600 очков можно попасть. Такое даже в мире еще пока не попадает. Поэтому наши ребята попадают достаточно хорошо – 570-580 очков. Это очень хороший результат. От того, какие результаты спортсмены покажут на турнире, зависит их дальнейшая спортивная карьера. В турнирах участвуют как перворазрядники, так и кандидаты и мастера спорта. Полина Цицилина в этом виде спорта 5 лет и сейчас борется за право представлять наш край на всероссийских турнирах. Приехала на эти соревнования, чтобы отобраться в сборную края и в дальнейшем выступать на всероссийских соревнованиях. Моя цель – попасть в 580 очков. Все соперники достойные и мы будем бороться в хорошей борьбе. По итогам соревнований будет определен состав сборной Краснодарского края для участия в чемпионате и первенстве России. Турниры состоятся в феврале в городе Орел. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.